Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых можно заказать и через интернет. Автор сотен видео в интернете на тему как правильно питаться, как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно вести вот тот самый мифический здоровый образ жизни, о котором многие слышали. Но не знают, как компоненты свести воедино, чтобы вести здоровый образ жизни правильно. Потому как большинство знает, что важно не пить, не курить. И это уже здоровый образ жизни. Это далеко не так. Очень важный элемент в системе — правильное питание. И знание, как правильно выполнять рекомендацию, не есть после шести часов, очень важно не просто знать, но и регулярно выполнять. Потому как неправильное выполнение этой рекомендации с одной стороны вредит вашему здоровью, а при определенных условиях угрожает даже вашей жизни. Поэтому смотрите это видео дальше. Я думаю, вы получите достаточно много интересной и, возможно, в чем-то новой для вас информации. Рекомендация не есть после шести, не нова. Ей сотни лет. Более того, она прописана в некоторых религиозных книгах. И вы понимаете, насколько важно правильно ее соблюдать. Особенно это касается детей и подростков. В отличие от взрослых людей, которые уже как-то сформировали свой организм и имеют тот уровень здоровья, который имеют, у детей все впереди. И они не просто должны обеспечить рост физического тела. Самое простое набрать жировую массу, но они должны обеспечить полноценное формирование различных функций в органах и системах. От этого процесса зависит уровень здоровья этого ребенка в более зрелом возрасте. Поэтому детям и подросткам очень важно правильно исполнять, правильно поддерживать рекомендацию. Не есть после шести, но скорее с помощью взрослых. Вот кто может получить индульгенцию от правильного выполнения этой рекомендации? Это молодые мужчины с хорошей пищеварительной системой. Если кислотность достаточно высока, пища переваривается быстро и вот здесь могут возникнуть определенные сложности с выполнением этой рекомендации. Но! И в этом случае тоже можно найти правильный выход из этого не самого простого положения. Поэтому смотрите видео дальше. я расскажу как же правильно выполнять эту рекомендацию не есть после шести. Рекомендация не есть после шести прописана в Коране. Ее неправильное выполнение либо игнорирование может привести к тому, что как минимум разовьется гипертонический криз. Как максимум может развиться острая сердечная недостаточность с остановкой сердца, либо острая сосудистая недостаточность с развитием инфаркта либо инсульта. Коран настоятельно рекомендует в самый жаркий месяц с года грамадан воздержаться от употребления любой пищи после рассвета или после шести утра. Что практически одно и то же. И дождаться в начале как более прохладного времени дня в начале, а на перспективу и времени года. Игнорирование этой рекомендации, прием пищи в летнюю жару приводит к тому, что в организме образуется больше тепла, для удаления которого вы должны тратить больше воды. Испаряя ее через легкие, через кожу. В результате резко увеличивается при том, когда запасы воды заканчиваются, увеличивается вязкость крови и нагрузка на сердце. Более густую кровь, чтобы перекачивать, сердце должно иметь во-первых запасную мощность, если она есть все нормально, если мощности не хватает, сердце просто останавливается, обеспечивает циркуляцию более густой крови с более высокой вязкостью, сердце неизменно повышает артериальное давление до состояния гипертонических кризис. Который уже в свою очередь проверяет на прочность сосуды сердца, либо мозга, либо почек с развитием инфарктов, либо инсультов. Для того, чтобы предотвратить эту ситуацию не только в месяц Рамадан, но и в другое жаркое время года, нужно правильно использовать то, что нам рекомендуют религиозные источники, чтобы вы жили лучше и дольше. Правильно использовать эти рекомендации с пониманием и в другое время года. Если вы попали в аналогичные условия в другой месяц, без проблем, применяйте эти наработки для своего здоровья и активного долголетия. А вот как использовать другую часть рекомендаций? Потому как Рамадан, Коран, вернее, рекомендует правильно использовать, как не есть после 6 утра. А есть еще у нас еще один период дня после 6 вечера. Там тоже важно правильно не есть, чтобы сохранить свое здоровье. Риск для жизни менее интенсивен, но при хроническом неправильном использовании риск для здоровья достаточно серьезен. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Рекомендацию не есть после 6 вечера очень важно соблюдать детям и подросткам. Для полноценного роста и развития им нужен как рацион питания правильный, так и режим питания правильный. И последний прием пищи в этот день реально в 18 часов. И до времени сна у них просто нет времени на следующий прием пищи, даже на перекус. Потому как сон должен начинаться в 8-9 вечера. Физиологи говорят, что детям и подросткам для того, чтобы организм полноценно восстанавливался и был готов к следующему рабочему дню, нужно 10-12 часов сна. Если вы посчитаете от времени, когда вы ребенка поднимаете в обратную сторону 10-12 часов, я думаю, что вы увидите, что время сна это как раз 8-9 часов вечера. Для того, чтобы проверить, насколько ваш ребенок правильно восстанавливается после сна, достаточно утром посмотреть на его лицо. Без грима, разумеется. Если есть темные круги под глазами, это говорит о том, что ваш ребенок не до конца восстановился после ночного отдыха. Ему нужно продолжение отдыха для продолжения восстановления. Потому как темные круги под глазами, наберите видео такое на моем канале есть, вы узнаете, что это такое. Это достаточно серьезная ситуация. Слабая детская печень, а у детей и подростков она работает значительно слабее, чем у взрослых. Особенно у взрослых мужчин. В этом случае печень не успевает вернуть кровь в более жидкое состояние. Густая кровь, растягивая капиллярчики, и вы увидите темные круги под глазами у своего ребенка. Достаточно неприятная ситуация, потому как следующие нагрузки при наличии темных кругов под глазами, дополнительно увеличивая вязкость крови, создают определенную сложность в работе сердечно-сосудистой системы. И это нужно правильно понимая, правильно использовать. Поэтому дети и подростки крошки не имеют права проглотить после 18 часов, после ужина. Но ужин должен быть правильный. Какой правильный ужин, на мой взгляд, вы узнаете чуть позже в этом видео. А пока смотрите дальше. Я расскажу, почему мужчины, или вернее, как мужчины, с хорошей пищеварительной системой, также могут правильно выполнять эту рекомендацию. В начале видео я сказал, что как исключение, у них эта рекомендация может не состояться. И действительно, если вы не скорректируете свой образ жизни под эту рекомендацию, она для вас станет не совсем исполнимой. Смотрите дальше. Видео будет не менее интересным. Сложнее всех выполнить эту рекомендацию правильно мужчинам с хорошей пищеварительной системой, с частыми обострениями гастрододенида, язвенной болезнью 12-перстной кишки. Потому как у них время на переваривание пищи чаще всего 1,5-2 часа. По истечению которых появляется голодная боль. Свидетельствующие о том, что в желудке находится активный желудочный сок, готовы переваривать либо новые порции пищи, либо раздражать желудок и 12-перстную кишку, обостряя те болезни, к которым они склонны. Но! Если вы после ужина в 18 часов в 19 уже ляжете спать, у вас эта рекомендация будет исполнима. Правда, если ночью вы проснетесь от голодной боли, у вас вынужденное нарушение режима, вы должны будете перекусить. Для остальных, в принципе, выполнение этой рекомендации несложно. Пищеварение обычно в других условиях происходит более длительное время. И вы ляжете спать не голодным. Если вы ляжете, конечно, в районе 10-11 часов, как это опять-таки рекомендуют физиологи по биоритмологии. Но! В этом случае у вас создается определенная сложность в работе одного органа, о которой я расскажу прямо сейчас. Чтобы длительное время с пользой для здоровья выполнять рекомендацию не есть после 18 часов, вы должны проживать в условиях идеальной экологии. Питаться чистыми, экологически чистыми продуктами питания. Пить чистую воду. Дышать чистым воздухом. Иными словами, главный фильтр в вашем организме печень не должна иметь дополнительных нагрузок экологическими токсинами, которые попадают в ваш организм разными путями. В том числе и при лечении тех или иных заболеваний. Потому как фильтр работает постоянно, круглые сутки, днем и ночью. И результат своей работы печень складывает в желчном пузыре. В случае, если вы поужинали до 18 часов, а завтрак у вас в 6-7 утра, у вас практически полдня ситуационный застой желчи, куда складывать печень? Пестициды, гербициды, канцерогены, любые токсины, которые образуются в окружающей вас среде, попали в ваш организм, либо образовались непосредственно в нем при не самой лучшей работе пищеварительной системе. Печень не складывать. Это добро, некуда. Но постоянно работая, печень вырабатывает дополнительные объемы желчи, пытается сложить их в желчный пузырь, объем которого конечен. Он относительно невелик, а печень за сутки вырабатывает литр-полтора, а в некоторых условиях и более желчи. У вашего желчного пузыря есть два выхода основных. Либо произвольное сокращение. Желчь ушла в кишечник. Если она пошла по кишечнику, у вас частые послабления, нет запоров, как правило. Если она зашла в желудок, нейтрализация пищевой соды, которая находится в составе желчи соляной кислоты желудочного сока, ведет к образованию эрозий, потому как к щелочи ваш желудок не готов. И со временем постепенно снижается кислотность, вы идете в сторону атрофического гастрита. И в щелочных условиях желудка великолепно развиваются раковые клетки, развивается рак желудка. Но это не близкая перспектива, это отдаленный, но это путь, это движение. В случае, если сфинктер Одди, который в данном случае не справился, и просто выпустил желчь из желчного пузыря в кишечник, оказался у вас суперхорошим, он желчь удерживает на месте, в данном случае в желчном пузыре переполняется, он переполнен, и желчь не опорожняется очень оригинальным способом. Жидкая часть желчи уходит в кровь, то есть вода, а те соли, которые были выделены в составе желчи, начинают концентрироваться. И в желчном пузыре вначале образуются песочек, хлопья, а со временем камни. И в данном случае эта ситуация показывает о том, что не самым лучшим образом вы используете главный фильтр вашего организма, то есть печень. Она при этом будет в любом случае страдать. Если же и этот механизм окажется слабым, не сможет ваш желчный пузырь при наличии в нем воспалительного процесса активно удалять воду в кровь, концентрируя состав различных солей в собственном пузыре. Давление в системе повышается, и страдает самый важный элемент этой системы. Гепатоцит или печеночная клетка. Если вы длительно будете такой режим соблюдать, можете посмотреть по анализам. Возможно у вас поднялся белиругин. Возможно у вас увеличились трансаминазы. Это следствие того, что печеночные клетки разрушаются более активно, чем это было ранее. Я это немножко знаю. Печенью занимаюсь более 25 лет. Опубликовал уже более 50 книг. Самое лучшее на данный момент секреты здоровья или что делать, если у вас есть печень и почки. Ранее у меня была книга «Что делать, если у вас есть печень?» Я немножечко ее доработал. Потому как правильное использование трех фильтров всегда лучше, чем правильное использование одного фильтра. Ну один фильтр это печень, а три фильтра это еще добавились две почки. В этом случае ваш организм более чист. Он в лучшей степени работает, потому как кровь более чистая. Мощность трех фильтров по очищению крови позволяет от экологических довесков ваш организм избавлять, а соответственно вы будете жить и лучше, и дольше. А хорошая работа печени позволяет правильно проводить ревизию принятой вами пищи. И часть не самых лучших компонентов, которые часто присутствуют в современных продуктах питания и напитках, печень извлекает из кровеносного русла и через систему желчный пузырь и протоки сбрасывает вновь кишечник. Если вы питаетесь правильно, это химическое добро ваш организм к вашей печени не вернется. Если вы питаетесь не очень правильно, эти токсины могут опять сосаться в кишечнике, как они это сделали перед этим и вновь попасть к вашей печени на ревизию. Поэтому в данном случае нужно правильно использовать возможности пищеварительной системы и правильно выполнять рекомендацию не есть после 6 часов. Как на мой взгляд это правильнее делать, если вы не ложитесь в течение полутора-двух-трех часов после ужина спать, я вам расскажу прямо сейчас. Если вы после ужина до 6 вечера ложитесь спать несколько позже, чем 9-10 вечера, у вас обязательно должен быть правильный перекус. Это не значительный прием пищи, а правильный перекус с определенными свойствами. Он должен, во-первых, легко перевариваться и, во-вторых, он должен иметь обязательно желчегонную активность. Что я имею в виду? Легко перевариваются линегрет, овощной рагу, легко переваривается овощной суп, легко перевариваются кисломолочные продукты. Жидкие я имею в виду, в виде йогурта, кефир, простокваша. Вот эти продукты вы имеете право легко и просто ввести свою пищеварительную систему в доступном вам объеме. В объеме примерно 2 плотно-сомкнутых ладошки. В свою пищеварительную систему за час-полтора до сна. Что вы получите на выходе? В вашу кровь попадает легко переваривающаяся пища. И обязательно жиры должны быть для легкого желчегонного эффекта. В этом случае сброс желчи из желчного пузыря на эту пищу позволит вашей печени всю ночь активно очищать кровь от различных химических веществ, которые она считает нужным избавить ваш организм и сложить их в желчный пузырь. А применив правильный завтрак, вы продолжите этот процесс очищения вашей крови в первую очередь и наполнение вашего организма питательными веществами во вторую. Или поменяйте их местами. Кому как нравится. Кому лучше нравится вначале питаться, а потом очищаться. Кому нравится больше очищение, а потом питание. Процессы происходят все равно параллельно. Ваш уровень здоровья в этом случае будет лучше, а угрозы для жизни меньше. Если вы будете продолжать так правильно питаться, то правильное выполнение рекомендации не есть после шести будет приносить вам только здоровье. Если вы будете использовать как-то эту рекомендацию по-другому, возможны варианты, возможны изменения, нарушения в состоянии здоровья, которые могут проявляться различными заболеваниями. И очень важно правильный ужин использовать до шести. Не всю пищу можно есть до шести вечера. Да, за ужином до шести вечера некоторые продукты питания приносят вам вред, а не пользу. Например, это красное мясо. Это красное и жирное мясо. Это свинина, говядина, телятина, баранина. Эти продукты не имеют достаточного времени для полноценного переваривания к тому времени, когда вы ложитесь спать. И ускоренное гниение или усиленное гниение их в кишечнике может вам навредить определенными проблемами. Со временем об этом напомнить. А будут у вас выпадать волосы, будет у вас появляться угревая сыпь, будут у вас страдать суставы с развитием артроза, артрита. Это уже проверка ваших генетических особенностей. Генетических особенностей фактически вашего организма. К чему вы склонны? Те проблемы в своем организме вы будете провоцировать. У кого-то может развиться солевой диатез, у кого-то может развиться мочекаменная болезнь. Разные ситуации возможны со здоровьем. В зависимости от того, как вы применяете питание, режим питания, рацион питания, уровень двигательной активности к индивидуальному уровню здоровья, который вы имеете. Если вы все делаете правильно, у вас реально здоровый образ жизни. Если что-то делаете не так, ну, возможны варианты. Но, я надеюсь, что вы все будете делать правильно. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео. Поставить на него лайк, потому как многие могут сохранить не просто здоровье, а жизнь. Правильно используя рекомендации, которые я дал в этом видео. Я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моем канале!